Уважаемый Владимир Владимирович, Владимир Владимирович, уважаемые парламентарии, я хочу поблагодарить вас за формат, что я организовал. Я убежден в том, что именно в таком формате надо решать все проблемные вопросы. Это проблемный вопрос, на наш взгляд. И я не буду долго заниматься предисловием, сразу перейду к нашим предложениям и потом уже к обоснованию, почему эти предложения у вас возникнут. Мы считаем, что проект закона об апартаментах, который сегодня представлен в парламент, в том виде, в котором он сегодня представлен, он опасен для нашего будущего, для нашего народа, для нашей нации, если хотите. Мы считаем, что снятие запрета с подажей недвижимости иностранным гражданам это серьезнейший риск для нашего этноса. И, соответственно, мы, отталкиваясь от этого, сделали свои предложения. Первое, самое главное, что мы предлагаем, это вот из второй статьи, где используются основные понятия, из понятия собственных апартаментов, то есть физические лица. То есть оставить только юридические лица. И далее по списку наше предложение отталкивается именно от этого. В случае, если первое наше предложение будет принято, дальше идет следующее предложение, которое мы усиливаем выделение земельных участков. Мы считаем, что выделение земельных участков под апартаменты, контроль за этим надо усиливать. Соответственно, мы просим, значит, нести изменения следующего характера, что земельные участки будут утверждаться отдельным законом в парламенте. Каждый земельный участок выделяем под апартаменты. Дальше, значит... Только земельный участок, только земельный участок, только земельный участок, на старте, как говорится, проекта. Следующее предложение, пункт 5, статья 4, после слова права собственности на апартамент, как объекты движения, подряд регистрации, заборных словами в Министерстве юстиции, просто внесли ясно, чтобы было понятно, как орган будет регистрировать. Соответственно, пункт 2, статья 5, заключить полностью, там тоже говорится о собственниках, пиздецах и так далее. Количество апартаментов на соответствующие районы города Сухун, установлено Кабинетом Министра Республики Абхазия, утверждается Народным Собранием, Парламентом Республики Абхазия, путем принятия отдельного закона. Это изменит бунта кредит в статье 3. Ну и соответственно, пункт 4, статья 3, исключить полностью уже. Он не будет иметь смысла в случае принятия наших поправок. Если физические понятия убирают, физические понятия, то пункт 5, исключает. Также в четвертой статье, в части 4, статьи 2, после 100 физические, так, учитывая предложение, исключить в части 2, статьи 2, то пункт физические или, а также прямые противоречия пункта 6, статьи 5 и пункта 7, статьи 5, пункт 6 и статьи 5, исключить полностью мы предлагаем. Потому что там противоречия идут, там же оговаривается по собственникам жилья, по пиздецам. Еще один момент, который мы усмотрели, учитывая, что в соответствии с законодательством Республики Абхазии земельные участки не могут являться имуществом, из пункта 10, статьи 6, после слов прилегающих земельных участок исключить слова и иное общее имущество Абхаттелли, потому что земельный участок, как имущество Абхазии, в этой статье звучит именно так. Ну и соответственно, в земельный кодекс, статью 17 премии, предлагаемой из следующей редакции, предоставление земельных участков для строительства имущественного комплекса Абхаттелли районными и городскими органами управления, осуществляется только по согласованию с правительством Народным Собранием Парламентом Республики Абхазии. Вот так вот. Да. То есть, в случае, если данные Ваши предложения, исполнительная власть 7 апреля, прежде всего, естественно, Народное Собрание вас примет, Ваша организация поддержит принятие данного. Наша организация продолжит работу по остальным предложениям, которые мы будем вносить в последующем. Это принципиальные вопросы, в случае принятия которых мы готовы приступить к работе.